Приветствую всех на WallSuite Online. Сегодня 21 июля. Потихонечку проходит лето, но еще есть целый август впереди. Можно сказать Экватор скоро будет как раз по всем фьючерсным контрактам Экватор, середина примерно. И можно будет какие-то сделать выводы уже на следующем WallSuite Online мы это как раз и сделаем. Это экономический календарь мелькает вместе с Finviz. Обратите внимание на Finviz все слайды за три месяца. Причем вот будет слайд по индустриям, секторам. Обратите внимание на вот этот ProShares, как сильно просели 3Q. Давайте посмотрим какие были отчеты на этой неделе по банкам. Итак, берем по капитализации. С 17 числа BlackRock читался плохо. Потом. Банк оф Америка. Якобы доход выше прогноза, но если посмотреть на прошлые данные. Сейчас вам скажу. Прошлый отчет был 24,90. Этот отчет прошел у нас 25,99. Небольшой. Чуть выше, чем в прошлый раз, но это Банк оф Америка. По остальным банкам очень все в натяжку. Либо хуже ожидания считались. Допустим, Goldman Sachs 3,95 ожидали 3,40. Это явно была заниженная оценка по прогнозу. По доходу 7,8 ждали 7,5. Тоже я уверен, что как раз прогноз был немножко подтянут. Потом US Bank Corp тоже притык абсолютно. 0,85-0,84 ждали. Morgan Stanley тоже тютелька в тютельку. 0,87-0,83 был прогноз. Потом у нас идет BK тоже хуже ожидания. Даже уже не подтягивали отчетность. Capital One Financial COF тикер тоже плохо читались. И список можно, если вникнуть в каждый отчет, посмотреть, какие были доходы в прошлом квартале. И в текущем, я думаю, найдется еще больше просадок. И это можно фундаментально учитывать, как возможные триггеры, если не на летний контракт, то осенью могут немножко на коррекцию уйти. И так они идут достаточно долго и без коррекционных маневров. По экономическому календарю у нас на следующей неделе. Всем добрый вечер. Присоединяйтесь. И в чате можно и вопросы писать, и культурно общаться между собой. Напомню, что нужно уважать друг друга и не переходить в рамки. Значит, 28 июля GDP, потому что она там в пятницу 8.30. Обязательно поставьте себе отметочку. И фомка в среду поздно вечером. Вместе с строительством новых домов и отчетом по патролюм. В понедельник будут отчеты не слишком волатильные. Вторник будет подготовка к фомке. Ну и тоже не будет особо много таких щепетильных отчетов. Основные банки отчитались на этой неделе, поэтому на следующей неделе уже будет, я так понимаю, итог. Вывод на фомке в среду, поэтому среда, пятница и четверг добавьте себе в смартфон. Горячие деньки будут, среда, четверг и пятница. Горячие в том плане, что может быть повышенная волатильность и какая-то, возможно, появится информация. Вывод на фомке по ставкам ЦБ и Банк Японии отлично. Это хорошо, что есть люди, которые неплохо разбираются в банковских и валютных тенденциях. Так что почаще приходите. В принципе, вы постоянный наш участник. Итак, продолжим по другим странам. Германия в понедельник. Индекс деловой активности в производственном секторе. И вторник. Индекс делового климата. IFO. Ради интересно, кто в чате есть, все ребята. Кто торгует европейские индексы, либо же европейские какие-то инструменты, которые хотя бы торгуются на европейских биржах. Постоянно, то есть не пробовали когда-то там, а вот регулярно работаете на европейском рынке. Просто мы их постоянно затрагиваем. Они, в принципе, их нужно учитывать обязательно в общем анализе. ВВП, квартальный и годовой по Британии в среду. В довесок к Фомке, в довесок к Петролю и решение по процентной ставке 26 июля. Наблюдаю. FESX, да, в корреляции обязательно не помешает. Еще и квартальный и годовой отчет по... Не годовой, а завтра квартал по Британии. Вот, значит, в пятницу. Вот сейчас прям достаньте смартфоны обязательно. Ну, в принципе, они недавно повысили, поэтому это достаточно пересказуемое решение. Но я, как бы, склоняюсь всегда к тому факту, что лучше убедиться в том, что действительно ее не поменяют. И, ну, достаточно часто небольшая осторожность хотя бы в том плане, что вы знаете, когда новость и отчет выходят, старайтесь воздержаться от открытия позиций незадолго до выхода новости, либо отчетов, чтобы не влезть в неконтролируемую волатильность. А ее, возможно, и не будет, но береженого Бог бережет. Значит, доставьте свои смартфоны, напоминание поставьте на пятницу, 28 июля, в 13.30 по Москве будет решение по процентной ставке Российской Федерации. Сейчас 9% пока не успело зайти на ЦБ сайт, посмотреть, что у них там за информацией есть уже. Канада отчитывается по ВВП тоже в пятницу в 15.30, и США, в общем, три таких государства в пятницу неплохо так отчитаются. В принципе, я думаю, инвестор, который адекватно оценивает ситуацию по отчетам банков, уже примет решение о какой-то частичной, как минимум, фиксации. Если будет еще ВВП идти вниз, то уже второй сигнал будет фактически. Ну, в общем, вот такие события. В принципе, следующая неделя достаточно не менее горячая, не менее, возможно, волатильная, возможно, непредсказуемые какие-то будут отчеты. Поэтому фундаментально будет тоже иметь важный фактор на следующей неделе. Не пропуститесь в события. В общем, напомню, в общем, среда, четверг, пятница, самый боевой режим, не расслабляться. Не вздумайте под фомку как раз заходить. Хотя, те, кто любит щекотать нервы, это самое время. Итак, РТС, мы начнем с него. Чтобы вам видно было, какая ситуация, в общем, за сегодня, по процентному отклонению от точки открытия, вот последняя колонка. Обратите внимание, на 1% Газпром, Сбербанк, РТС. Почти на процент, ну, не на процент, я ошибся. Немножко просел даже спот. Вот, немножко фьючерс поспевает. И бренд 2%, CL 2% с копейками и даже небольшой процент-минус по S&P. Вот такие вот сегодня активисты по нефтянке. Соответственно, просел и Газпром, и Сбербанк. Ну, здесь еще в идеале надо и Лукойл, и все остальные из нефтяного сектора. Так, РТС. Так, что это у нас с апреля? Сейчас идет подгрузка данных. Так, что-нибудь у нас. Так, вот они подгрузились немножко. Но нам нужен сейчас баровый график. Так, и я хотел вам показать активность относительно MySX10. Я думаю, хорошо видно. Если плохо, я сейчас поменяю цвет дополнительных графиков. Вот так, я думаю, лучше. Обратите внимание, MySX10 уже дрейфует на снижение с 17-го числа. Причем он даже в какое-то время опережал индекс РТС. И пока РТС не пробил контрольную точку, которую, в принципе, MySX10 уже давно прошел, несколько дней назад. Соответственно, у нас потенциально может быть снижение и до сотки на следующей неделе. Они как раз под процентной ставки могут немножко сбросить, перестраховаться. Ну, соответственно, сбросить на фондовом рынке. И это отобразится на динамике индекса РТС. Поэтому, если вы торгуете непосредственно на фьючерсе, мониторить фондовый рынок – это обязательно. Так, сейчас, секундочку. Вот такие цвета мы сделаем. Итак, ну, была небольшая фиксация. И она сейчас продолжается. Фактически, вот, 527 были даже на отметке 540 и 555. Это несколько недель назад. Вот такая картина у нас. Теперь мы переходим на дневной таймфрейм. И включаем склейку. Сейчас мы посмотрим, ликвидность какая оперативная идет. И так, обратим внимание, на этой неделе немножко просели по ликвидке. У нас идут уже обороты 464, 488, 91. Ну, в общем, это плохо для продолжения роста. Соответственно, если вы стоите в 2-3 недельной покупке, в самый раз тут немножко зафиксировать свои успехи. Для продолжения роста такой объем, ну, снижение объема не самое лучшее. Вот, видите, начал падать объем и ушли во флэт. Ну, это будет самый лучший вариант, конечно, если они во флэт уйдут. Итак, мы все-таки остановились на локации сопротивления, которую мы неоднократно отмечали. Это 102, 700 по 104. Неделька прошла так волатильно, вернее, даже не волатильно, а разнонаправленно. То есть, флэтовая по коридору и направление сессии меняется. 2 на шорт, 1 на покупку. 2 на шорт, 1 на покупку. То есть, это как раз и плохо. В такой недельке можно очень легко запутаться, либо допустить ошибку. Так, теперь платформа, которую мы сейчас отметим, текущего контракта. И открытый интерес. То есть, 3 дня у нас, 19-е, 20-е, что-то еще открывали. Сегодня 534 тонны. Немного. Но как раз сессия идет на снижение и открытие позиций, судя по всему, да, отобразилось на дельте, но не нормально. Значит, в принципе, пока все идет по дельте идентично. Соответственно, 2 сессии на шорт по 13-м дельта. 16 на снятие стопорей толкнули на 104. И у нас получается нулевая дельта 2 дня подряд с открытием позиций на шорт. То есть, с учетом того, что там и заходят, и кто-то да выходит. В процентном соотношении у нас идет очень мелкая, видите, агрессия. Вот у нас были по 3,6, по 3,4% на недельке. А так, в принципе, более-менее. То есть, топовая была вот 18-го числа, ликвидность. И теперь ставим начало контракта, как положено. Отметим ядро и основные локации на предмет поддержки и сопротивления. Значит, 99,150 и 98 тут ошибочно можно выделить в качестве основного массива. 97 дополнительный, вторичный. Тут немало ликвидности, но она образовалась в результате двух разнонаправленных массивов на продажу и на покупку. Ориентируемся по последнему. То есть, первостепенная массивность у нас 98,99,150. Так, теперь идем, отметим вот так, чтобы было не спутать. И пока ликвидность топовая была в начале контракта, это, в принципе, объяснимо. Но на максимуме пока стесняются дальше работать на покупку, судя по всему. После подтверждения каких-то, я думаю, в пятницу, в среду дополнительная информация еще будет. Значит, если в пятницу понизить процентную ставку по Российской Федерации, я не скажу честно, какие даже ожидания у меня. Недавно, в принципе, меняли. И если не поменяют штаты, то я думаю, что у нас тоже не поменяют процентную ставку. Соответственно, уже будут ориентироваться все на движение нефтянки после среды и четверга. Обратим внимание на такие небольшие маячки селлеров 104-300, 104-400. Сейчас мы отметим их ярко-красным цветом, чтобы видно было, что это они. Вот. И пока коллектировалась пятница непосредственно до ядра недели, которая на завершение идет в районе 103-102-750. Мы сейчас перейдем на 15-минутный таймфрейм, и там все это более-менее точно отметим. Давайте сейчас заглянем по WIP. Ну, в принципе, это даже выполнили сверх нормы по динамике. Средневзвешенная позиция у нас в районе 101-й, там плюс-минус. И коллекционный момент как раз и до массива поддержки, и там стыкуются вместе с WIP оптимальнее. Если будут фундаментальные условия для этого подтверждающие, то, в принципе, могут возобновить активность байеров. А это сразу можно будет заметить по ликвидности. Вряд ли будет 724 тонны, но хотя бы за 500 должны уйти, 550. Хотя, ну, вот в районе активности вот этой недели. Она вот перед ростом, как раз они поработали по 540 тонн. Подходящая для ориентира, какая должна быть за сессию активность. Понедельник-вторник ее можно не нащупать, они будут тоже все ждать в среду. Некоторые даже до пятницы будут ждать. Вы это учитывайте и на всякий случай не спешите запрыгивать раньше времени. Потом уже, когда будут расставлены все точки, можно будет потихонечку аккуратно зайти. Те, кому, в принципе, допустим, те, кто скальпирует, там как раз неделя будет самая активная для этого. Поэтому все такие по скальпингу сильные движения и будут среда, четверо, пятница. Как раз по новостям они ориентируются. Итак, у нас неделя. Массив, как я и говорил, в районе 102-й. Мы сейчас это аккуратненько выделим. Это базовый объем прошел тут. В принципе, здесь есть второстепенные, но они по сути равносильные. Там небольшая по ликвидности разница. 102. Это если точно брать. Это у нас ядро. Ядро мы берем в качестве ориентированного диапазона. Насколько мы активны в покупках, либо же продажах. Пока вот ценник ушел под массив, и это не очень хорошо. С учетом вот этой самой топовой дельты за 15 минут, 6,3. В понедельник, да, 6,7 было и почти 7. И вот по ликвидке топовая ликвидность у нас была на 57 тонн. Это было в среду, 19-го числа. И сегодня у нас 29 тысяч и 39.40 было в четверг. Второй по значимости уровень это непосредственно 104. Даже вот этот диапазон. Сформирован он среда-четверг и протестировала пятница. Причем тестирование очень напоминает прощальный маневр. К сожалению, четко отработали ядро четверга. Вот. И на удивление даже не прощупали в потолок недели. В принципе, тут и так есть сопротивление в районе 104.320. Мы видим по инстаграме слева резкий такой прирост ликвидности после вот этого шпиля, который образовался на открытии четверга. Ну и чуть-чуть там еще закрытие среды постаралась. Итак, у нас есть район поддержки. Это вот ликвидность, которая была на открытии 19-го числа. Ликвидность, которая вот на вечерке, она по сути не особо влияет на эту локацию поддержки. Поэтому мы ориентируемся на дневные сессии. В первую очередь на активность, которая прошла там. Берем вот из свежих 102-450 локаций, 102-500, даже 600 можно поставить. По сути, если будет понедельник активно удерживаться, можно спекулятивно подчеркнуть. То есть, это в районе, в рамках понедельника, фактически даже половины понедельника, именно утреннего, первая часть еще можно было прощупать с расчетом на коррекционный момент до вот этих ярких вливаний по дельте. Итак, резкая Total Delta за день, вот она вся активность началась тут. По сути, они собирали позицию еще с утра, вот эта массивность. То есть, это непосредственно без объяснений. Тут и так понятно, что вылетели селлеры, вот их стопари достали, специально вернулись обратно на исходную. И отмечаем этот массив как из свежих, самый такой ближайший уровень сопротивления, который, в принципе, может послужить площадкой на открытие, ну, на продажу позиций. Нужно защиту. Но, опять же, аккуратно, потому что вторник будет сомневаться. В любом случае, если будет продолжение нисходящей динамики во вторник, то к концу вторника уже нужно будет принимать решение на среду оставлять это все дело в открытой позиции. Либо же все-таки основную часть зафиксировать, потому что среда может абсолютно быть непредсказуемой. Там буквально каждый час какие-то отчеты и штормовое предупреждение может быть достаточно, достаточно, ну, импульсивный рынок. Итак, по общей дельте у нас два дня четко были направлены на продажу. Пятница передумала. Ну, тут, по сути, вся вот эта активность дельты, она сразу же закончилась, как только не сняли стопорей. Один день всего лишь среда был, конкретно системно толкали на рост, чтобы выбросить всех селеров, которые были вторник и понедельник. Судя по всему, у них это получилось и по открытому интересу. И вот здесь уже у нас формировали первый массив на продажу. Поэтому ядро недели, вот это второе, которое 103, 940, 104, 250, потенциально можно поставить маркер как сопротивление. Его даже протестировали, то есть это уже даже проверенный уровень. Но если агрессоры и дальше будут давить на оцену, то все, что, в принципе, первый сценарий, который более ожидаемый, это тестирование вот этого массива. Если здесь селеры опять агрессивно нападают, ну, примерно в таком ключе, как здесь, вот, будет активность с утра тоже, там, в районе 12-го, 11-го часа, они защищают уровень, здесь до заходят и потом уже ждем 102-ю пробития и так далее. Это если нефть не остепенится и не возьмется за голову. Так, теперь давайте по открытому интересу, так ли предположение, как говорят нам данные. Да, вот открывали позиции, как раз вот эта массивность номер один по сопротивлению. Потом тут шел сброс конкретно, пока не успокоились. Вот она у нас активность, сброс позиций. И начали открывать, неуверенно, правда, но открывают с учетом того, что там кто-то и вылетает. В любом случае, потихоньку открыт интерес подрос. Открывали позиции не в понедельник, тут как раз вылетали из сделок. А вот заходили, первые вот ребята, которые разобрались, что будет происходить, у нас вот 18-го числа массивность. В принципе, этот коридор уже туда-обратно прокалывали, то есть его пробили еще в среду вот этими активными закупками. Но мы ориентируемся на свежие. То есть вот этот, у этого уровня временной распад намного меньше, чем у этого, соответственно, этих ребят может уже и в рынке не быть. Поэтому ориентируемся на вот последнюю активность. Идем дальше. Сбербанк, быстро посмотрим Газпром поверхностно, конкретно на дневном фрейме. И идем дальше. Так, ликвидность с 15-го июня. Возьмем, давайте сейчас еще март захватим для ориентиру. Итак, неплохой рост. Он сопровождался, как положено, как по книжкам на рост идет прирост ликвидности. Так как чем выше, тем сложнее сохранять спрос. И резкий провал по ликвидке начался уже 14-го числа. 19-го еще были какие-то подвиги 5,6 оборот. И что мы сейчас видим. Во-первых, 6 дней понижена ликвидность. А это очень плохо для продолжения роста. На слабой ликвидности дальше расти котировка физически, технически даже будет трудно. Вот этот массив, это за 2 квартала, вернее даже не 2 квартала, а весну и полтора месяца лета. Диапазон 161-164. Ориентирный основной массив пока по этому периоду. И можно, в принципе, и 165 захватить, не помешает. Да, тут 3 миллиона по одной цене прошло. И 160 тоже. Вот. Немножко широкий коридор получается. Ну, самая плотная часть 161-164. Вот она у нас. Топ прошел по 163. Итак, на хорошей ликвидности, уверенно, с высоко поднятой головой толкали без оглядки с 150.5 на 153. Тут хорошенько отпечатались и по дисбалансу, и ликвидность. Все как положено. Стартовали с 2WP. Поэтому коррекционный момент в районе 157 будет еще допустим. То есть это допустимая коррекционная активность. Ничего страшного это периодически происходит. Но желательно не переусердствовать. Желательно, чтобы 156 все-таки мы не увидели на следующей неделе. Следующее по дельте. Давайте заглянем. Все было хорошо. Рост действительно сопровождался входом агрессоров на покупку. Чуть-чуть слабее уже началась активность на этой неделе. Буквально 3 дня. И маячок 356 тонн под конец недели. На максимуме за лето. Фактически тут... Если мы возьмем лето. Вот оно у нас начинается. Это максимум за этот период. Если с 15 числа брать, то... Не грех там зафиксировать. Как раз перед такой жуткой неделей. Особенно если у вас есть информация о... Будут менять процентную ставку. Центробанк не будет. И... Мне немножко... Майкнули в осенью. Скорее всего будет повыше... Немножко повысят тарифы по... На бирже Moex. Небольшой совсем будет. Откорректируют тарифы. Но это осенью. Летом сказали, что вроде как не будут трогать. Поэтому... Просто чтобы знали. Для кого это важно. Итак. 143,5-145. Платформа. И ликвидная. И по активности тут неплохо отпечатались байеры. Маленький, небольшой уровень. Тут создавался стартовый импульс. 147,5-148,2. Потом платформа. 150,5-153. Желательно ниже. Не увидите Сбербанк. Пусть там даже на 156 остановится. И в 157,5. Активно очень поддерживают 159. Видите. В разное время. Но по 159, видимо, поступил приказ не пускать ниже. До 169. Даже не 159, а 159,5. Вот. Такой будет небольшой проверочный диапазон. Если его будут прям закрывать, вернее, защищать до последней капли крови, то могут еще удержать. То есть, будете знать, что здесь вполне может проявить себя очень активно байер. Если же пробьют, тогда уже ждем на 156. И там все внимание на то, как будут себя вести байеры. Ну и, соответственно, как там по отчетам произойдет. У нас получается, вот, реверсивная точка. Здесь было почти миллион дельта. Потом на следующий день добавили. Мы этот коридор зафиксируем. Пускай у вас будет. Активность там 167. То есть, даже если пойдут дальше на рост, у нас вот проблемный диапазон 167-170. Вот с этого момента и начались эти все нисходящие весной движения на Сбербанке. Вот такая активность на Сбере. Газпром. Просел на 1% с открытием. И есть не особо хорошая у нас картинка. Это 122-124 пролетели, даже не... Похоже, даже не торговали. Давайте посмотрим ближе. Я не смотрел в этот день. Газпром не наблюдал. Да, гэп. Давно таких гэпов мы не видели. Миллион остановили тут миллиончиком. В общем, это нехороший знак. Раз такая сбалансировка пошла на стыке дней, это к нисходящей динамике. Причем, очень нехороший знак. Так, так. И, соответственно, у нас 2 теперь ядра до события и после. Это ядро 100 за 4,5-125-15. Массив за 2 дня. Сейчас мы еще добавим прошлую неделю. Там, возможно, немножко... Да, тут все точно. Постоянно забываю про эти отсечки. В любом случае, посмотрите на объем. Если все в норме, и это только из-за отсечки, соответственно, в подешевевший резко Газпромчик должны были, либо будут на следующей неделе, собирать в подешевке, как говорится. Тут четкой массивности так выделить даже не получается. Видите, разбросанный ликвид тут чуть-чуть набросали. Там чуть-чуть. Видите, это, скорее всего, из-за неуверенности 385 тонн, 400 и 270. Давайте я отмечу непосредственно просто активные цены, которые отличились. Тут действительно кто-то... 385 у нас. 103 дельта. 119. Вот. 120 тонн, 118.75. Вот тут уверенно можно поставить в качестве поддержки. И она, эта вся покупка взошла вот в этой точке. Кто-то конкретно там ее и ждал. Так, что сказать. Два дня идут системно, идут выносить стопики. То есть, в принципе, если покупка, которая формировалась в 19-го числа и потом 20-е число стояло прямо на флете, посмотрите, какие дельты выше 120.6. Соответственно, ставим алерт сюда. Вот такой алертик. Выбираете просто тип линии. Ничего сложного. И... Алерт ставим на 120.70. Это раз, потом на 120. Второй алерт. По сути, очень схожая модель. Выносит потихонечку стопики. Причем и агрессивно, потом еще раз. Видимо, желающие есть, которые тут покупали, их выносили. И пока, вот видите, не трогают этот уровень. Соответственно, возможно, это дело рук именно этих ребят. Если понедельник спокойно уходит на 120, это хороший знак, что у нас возобновляется необходимая справедливость. И потенциально под вторник, а может даже к концу понедельника, можем оказаться на 120-121, если все благо. Нефть не накосячит, если... Вот, в случае, если у нас 120-ая окажется просто непреодолимой преградой, а тут... Ой, это я алертов понаставлял сейчас. Это потом будет меня мучить эти алерты. Так, 120-25. 120-60. Непосредственно в понедельник, если будет очень трудно пройти этот коридор, в первую очередь на него обращайте внимание. Если даже 119-7 и 119-4 будут просто огромные проблемы, тогда с покупками точно отложите в долгий ящик и... Мониторим единственную 118-75 поддержку. Рубль. Так, 15-0-3. Это у нас с мартом. давайте посмотрим смартфон итак обратим внимание на на ликвидность оборот оборот был последние две недели даже выше чем весной в среднем среднее значение ну пока просили то есть относительно своих же оборотов просили но пока на уровне еще весны в рамках норма итак у нас тактически даже стратегически важный блокпост здесь 58 940 и до 59 500 тут коридор прям усыпан ликвидными поддержками сюда как раз мы откорректировались по ликвидности прямо ровненько идут пять дней а это значит видите системная достаточно работа пять дней аккуратненько без особых агрессивных расширений просто потихонечку сползали после четырехдневного такого импульса соответственно сто шестьдесят вернее сто восемьдесят сто шестьдесят сто восемьдесят коридорчик если они тут до разместили шарты они постараются не пускать выше того коридора тут прям на небе написано смотрим так тут вроде как они и есть по открытому интересу да ты что прям вот три сессии открывают позиции вот этот рост может быть ничем другим как снятие стопорей вот этих трех дней на шорт они могут даже до сто шестьдесят дотащить вернее я ошибся вот они начали активно заходить как раз тут три дня они не пробивают вполне если тут и закроется в пятницу понедельник может либо психануть до сто шестьдесят и как раз снять четверг либо даже до среды если это происходит и идет очень приятная такая динамика на пятьдесят девять пятьсот то есть возврат понедельника обратно на коридор пятницы соответственно мы увидим прощальную с вот этой точкой сопротивления ну тестирование фактически будут там стопы или не будут они проверяют на всякий случай а может даже и знают ну на самом деле где потенциальная толпа может на размещать стопов там особо много инсайдов не нужно чтобы догадаться причем в мои как бы размышления подтвердил интервью немецкого банкира который видео мы размещали на нашем канале правда его попросили как раз эти же это компания которая снимала интервью снять с канала видео поэтому посмотрите самостоятельно властелин мира называется он рассказывал что им особо не надо информация где стоят ваши стопы они ну догадываются где толпа обычно их выставляют и просто ну идут на разведку толкают котировку на всякий случай если там начинают склопываться неплохие стопики они будут тестировать дальше дальше пока активность не угомонится соответственно просто пускают на разведку в котировку в этот район диапазона вернее целый диапазон а там уже есть так и есть они их забирают нет так возвращаются с пустыми руками обратно и так мы тут запечатлением вот эту активность но без пота тут в любом случае делать сильные выводы нет смысла перед движением вниз 6180 480 сопротивление потом промежуточная доза грузка 6820 920 и успокоились 5 дней просто одинаковая ликвидность немножко открывает позиции с дельтой преобладающей на продажу буквально вот пятница фиксация скорее всего шортов плюс небольшое движение на стопы вернее за стопами давайте посмотрим что там на споте происходит если и там дельта есть на шорт это будет просто замечательным так это у нас алертики стоят ага и так да действительно было дельта и 42 и 82 тонны на споте это просто невероятное чудо поэтому практически через день у нас идет вот она дельта была 97 тысяч контрактов 17.00 вот в это время рядышком 63 в общем вот коридор активности этих ребят так и получается у нас немножко вышли за рамки дозволенного хотя дневная сессия в принципе прилично закрылась относительно этого коридора это уже вечерка выделывается по ликвидности вот это движение оно безобъемное поэтому тут никаких опасных маневров мы констатируем факт уже по ликвидности а как раз в четверг была эта топовая ликвидность как раз в этот момент и весь день пятницы не прошел не пустили выше давайте вернемся на привычный классовый профайл и уберем немножко алерты чтобы они нам не мешали и так даже если психанут и все таки пойдут срывать стопики вообще всем кто на неделе заходил это у нас не должно превысить 59 и 8 там в принципе и ставьте алерт но и есть потенциал последующего движения до 58 30 то есть коридор в принципе ориентирно понятен поддержка в пятницу вот у нас есть свеженький такой диапазончик мы его зафиксируем а вот внутри недели внутри недели отличилась сессия двадцатого и восемнадцатого числа тут мы незамедлительно берем на карандаш вот этот уровень 59.35 59.20 опять напомню что дельта на споте явление на продажу не такой уж и часто то есть на пальцах можно пересчитать с 15 марта когда такие были у нас дельты соответственно здесь прямо уж участили просто ключевой уровень в принципе и по техническому анализу тут многие ждут 58.5 пробития там если все таки получится у нас 57.65 небольшой массив ну не супер ключевой но из свежих самый ближайший и вот 58.40 и вот 58.60 еще ближайший хотя бы этот нужно дойти и пробить первый и потом уже второй пока сюда дойдут мы встретимся уже на следующем обзоре и рассмотрим это все детально площадка прям плита 57 ну плита я имею ввиду массив очень плотный то есть это не означает что цена никогда не уйдет за этот диапазон и тормозили вот каждая макушка у нас 60.5 потенциально будет под прицелом продавцов даже чуть чуть ниже надо сместить вот ликвидность у нас прошла 60.30 суммарно за вот это сопротивление и вот эту берем вот этот пятачок соответственно более точно 63.66 у нас под вопросом либо пробивает 58.88 и мы потихонечку скатываемся на 58 а то и 57 2WP сверху соответственно коррекционный момент вполне допустим желательно не выше 59.50 59.60 это уже край ну прощупать могут и так что у нас дальше евро да поддержка 59 все сопротивление сопротивление вот площадка раз два три четыре пять дней здесь поддержки здесь тоже она продолжалась и в принципе если 58 так мы и не увидим могут вот эту поддержку продолжать свою активность причем обратить внимание что дельта на покупку возможно это из-за фиксации либо же действительно заходит но она увеличивается идентично такая же картина происходит как раз перед началом роста вот здесь идентичная была тоже активность поэтому внимательно то есть нужно быть готовым и к тем сценариям и к тем сценариям и так еврик идет подгрузка и парчат 4 6 процентов сегодня не сегодня ну по крайней мере 21 числа сейчас мы по дневным графиком посмотрим да и так впервые тут дельта соответствует динамике хотя там они в принципе наоборот застыли аккурат по UWP курсирует фичерсный контракт массив ядра у нас уже сформирован еще на прошлой неделе его можно было четко выделить и на него ориентироваться 143 146 потом у нас шагнули на этой неделе причем два раза это было семнадцатого и повтор двадцатого числа на на такой же ликвидности в течение тракта сохраняется активность пока еще не падает и мы сейчас посмотрим интерес там будет более картина так поддержка сто тринадцать шестьдесят пять этот массив и тут удержали с него встали вот как аккуратненько работает еврей по отклонению сейчас мы посмотрим там возможно другое отклонение шесть так восемь и минус восемь здесь поставим четыре это что что такое так ну вот у нас четверть пятница как раз тютелька в тютельку по восьмерке идут падать в принципе допустимо даже до 115 это будет как раз возврат на средне взвешенную цену допустимую но зачем тогда было создавать вот такой маневр по открытому интересу у нас открываются позиции 443 тонны вчера 37 было 37 по сути она там и не меняется эта активность это вот 422 422 и у нас прирост сколько там 3 на 6 на 6 тонн причем обратите внимание что сессия стоит на флете на потолке контракта то есть это если бы это был максимальный сброс позиций байеров то коррекция была бы просто незамедлительно поэтому тут судя по всему есть байеры и даже они вот отпечатались да что ж такое вот они ребятки то то есть сохранять баланс спроса предложения на максимуме контракта на максимуме недели могут только либо отпетые байеры либо проинформированные объемные байеры поэтому тут скорее всего второе и их у нас так и так победа тут на штучку тут на штучку тут на поровну тут на штуку тут на пол штуки ну везде там на штучку на пол штуки вот оно и набежало так по дельта проценту напомню уже 6 процентов дисбаланс между агрессорами на покупку и на продажу так это у нас график не нужно сейчас он нам и на всякий случай вот неделька детально итак скачок затем нормальная системная коррекция и у нас даже отпечатались на боковой гистограмме вот возле трех шестерок опять же видите прям можно было и не ставить этот уровень там и так понятно было шестерки где-то рядом будут и вот аномальная дельта которая прям вот граничит активность это это шестнадцать семьдесят девять но скорее всего это в районе восемьдесят и вот шестнадцать восемьдесят тут тоже рядом не слабее дельта поэтому ориентируйтесь понедельник и вторник как раз вот на вот этот пакет до шестнадцать восемьдесят шесть как я вас понимаю господин трамп у вас столько встреч вам нужно доллар поддерживать внешнюю политику контролировать внутреннюю тоже поэтому обязательно вам сброшу копию лично на почту чтобы вы разобрались в общем какая ситуация в геополитике финансовом рынке в общем вот такая картина трамп пожаловал к нам на обзор очень приятно только ракетами не стреляйте тут у нас все культурные и воспитанные так если вы заметили модель идентичная просто вот прям второй день подряд без особых других сценариев у них по сути нет дельта постоянно удерживается на стороне байеров всю сессию вот она красавица плотно диапазон удерживают поэтому вот на него и обращайте внимание если байера действительно тут почему-то заходят на цель выше то ну как минимум понедельник не должен торговаться ниже вот этого коридора промежуточная вот здесь такая лихорадочная 1646 еще одна локация была и вернемся к вот этой ерунде которая называется среда вторник обратите внимание тоже два дня на это же схема расторговки идет ну в среду немножко испоганились но отличительной чертой тут мало что можно выделить прям чтоб менялась активность в принципе нам это на руку постоянное повторение сценариев расторговки дня можно быстро вычислить у них их там немного на самом деле на покупку отдельно список отдельно список на продажу я сейчас промежуточные дозагрузки выделю вам это для спекуляции то есть они не ключевые они фундаментально не позиционные ну вот так формировали скачками рост в общем удержат вот этот коридор байеры в понедельник будут пытаться удерживать выше то есть ниже трех шестерок если не пустят потенциально скорее всего они действительно пытаются толкнуть наверх если же это все а это достаточно неплохо намек идет на снятие стопорей вполне возможно соответственно в понедельник даже может даже Америку ждать не будут уйдут на Европе уже ниже соответственно тогда это потенциально у нас битстоп на 15 либо даже на 16 и аккуратнее с вот этими двумя точками массивами поддержки если вы зашортите и будет шор то вот первый блокпост потом второй и потом уже идет ядро недели давайте его выделим и перейдем на ядро ядро недели это формация 146 с здесь их два на самом деле вот ой 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 что ж это я сорри 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 я забыл что у меня там две недели включено было и тут гистограмма такие маленькие оплошности могут стоить очень дорого за каждую ошибку мы платим наличкой фактически никто не ругает никто не штрафует просто сразу отбирается кэш поэтому внимательно и сетку уровней формируйте вот пример того как просто одну недельку по периоду забыл снять и у нас уже гистограмма сетки сместилась с учетом прошлой недели так ядро у нас 15.72 это коридор понедельник ядро с 15.02 ну можно 0.2 не учитывать 15.17 с него как раз и ушли в четверг причем аномальная дельта была когда у нас там 20.00 2.200 похожие дельты по 2 штуки повторяются систематически поэтому на еврике если вы видите дельту за 15 минут 2 и выше тонны это ребята знают что делают и лучше с ними дружить и идти в том направлении куда они толкают цену соответственно дельта вам в помощь и здравый аналитический ум так ну индекс доллара так индекс доллара потом золото нефтянка и с по просьбе господина трампом выложим запись сегодня прям прям ляжем ко сми но будет запись на ютюбе уже сегодня так 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 15.06 июнь возьмем март для сравнения июнь скажите, а из присутствующих просто вопрос ради интереса все подписаны на канал YouTube WorldFix если да, то вам моментально приходят уведомления как только появляется запись WorldStreetOnline на канале YouTube либо там в какое-то определенное время у них идет рост, я просто не знаю как там они это все внутри системы делают сразу, да? спасибо так, вот у нас 97-я красавица пробили 95-ю и топают все ниже и ниже и так идем на глубину по ликвидке, давайте посмотрим, что там у нас а у нас 48 тонн наоборот, 20-го числа был пришла на пульс, звука практически нет звука на записи странно, вот перед обзором я всегда тестирую, вроде как ставят плюсики на записи звук плохой но как оно так получается, непонятно вот сейчас нормальный звук да, ну посмотрим как в записи будет так, значит плита 97-35 это ключевой на данный момент важный коридор с него мы и шлепнулись на 93-94 потом 95-45 у нас идет тоже массивчик дай боже 95-90 коридор и сопротивление я бы незамедлительно бы отметил вот эту агрессивность прям 18-го числа вот три сессии отличились по 95-й очень как-то именно именно эта цена их очень заинтересовала поэтому ну тут прям просится уровень и мы открыт интерес 4 сессии подряд шли на шорт и они все были на прирост позиций идентичная картина тут и у нас с 90 почти 93 с половиной 5 тонны упали на 49 и сегодня 48 с половиной и того 5 тонн куда-то исчезло за 3 сессии 19-е 20-е и 21-е идентично если шорты кроют должны быть какие-то дельты на покупку тут их не особо это и заметно значит вот здесь у нас аж 16 контрактов ну как такое можно соответственно продолжают давление в агрессоры 94.6 94.7 берем на заметку и вот этот коридор прям пятница боится как огня если понедельник тоже будут бояться ну соответственно пока 94 это будет красная цена для индекса соответственно у нас и еврик может потопать на верх при дальнейшем расширении ниже 94 еще хотел вот подчеркнуть скачок ликвидности вот 48 тонн на самом минимуме то есть оборот колоссальный то есть такие сессии если взять фильтр сразу зафиксировать вот так вот поставим видите с марта было всего таких 5 дней раз два три четыре пять да я не ошибся ну вот здесь триста двести 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 шестьдесят контрактов не хватило до 40 тонн вот они у нас агрессоры красавцы в этот день значит 45 тонн это ликвидность оборот потом сорок шесть это вот сессии если их отметить вот она обратите внимание какую роль она сыграла а здесь у нас четырнадцатая шестнадцатая не видно из-за этой маркера сейчас вот соответственно коридор флайта удерживался между двух огней вот один огонь а вот второй соответственно тут с этим понятно все здесь удерживали ну сколько там недельку полторы вот прошли вот такие у нас ребятки потенциально мы ушли ниже этого уровня который сформировали здесь если и будет возврат то в понедельник мы должны быть не ниже девяносто четвертой как минимум здесь и вот стартовая у нас вот она вот она где то есть всего пять сессий за фактически три-четыре нет четыре с половиной месяца каждый месяц одна сессия получается в среднем такая и дисбаланс здесь 10 29 11 7 и сейчас 10 процентов дисбаланс то есть у нас 30 процентов было вот в эту сессию потом соответственно сбросили стопорей и ушли вниз поэтому осторожнее вот эта сессия с аномальным отклонением по дисбалансу и тут 10 15 процентов то есть покупать точно рановатенько это будет ловля падающих ножей если с понедельника заходить на покупку если спекулятивно там краткосрочные внутри часа это дело такое но масштабно для этого периода это будет ловля падающих ножей идентичная структура можете прям посмотреть на истории вот как развивалась картина вот у этих ножей у этого снижения очень похожая схема фактически даже по ну здесь агрессивнее по дисбалансу ну тоже вот по 2 дня 2 дня шорты нулевая 2 дня шорты нулевая здесь 2 дня тут 4 дня шорты нулевая и 2 дня шорты то есть тут даже агрессивнее 4 дня подряд удерживали вот такая картинка значит золото по золоту хотел в слайд успеть сделать подготовить к WallStreetOnline но в принципе вы можете это сделать самостоятельно так как Finviz сайт доступный всем зайдите в Electronic Trade Funds раздел на Map то есть там где мы слайды смотрели сейчас они будут там может промелькнет ситуация с вот этими фондами касаемо золота у них там практически даже я географию посмотрел не в одной стране непосредственно а даже на разных материках ситуация по эти фишкам которые вокруг золота формируются они там сильно просели так это у нас так это у нас у нас так так сейчас география должна быть Planet если сейчас не будет слайда следующего тогда уже самостоятельно зайдите посмотрите там очень сильно по золоту или вот эти фондяки поэтому ну за три месяца конечно так вот у нас идет коррекционный момент вторую недельку и по процентному дисбалансу давайте его чуть побольше сделаю так 6 тонн там угу 2 2 5 2 1 и 4 процента идет рост так давайте поставим сейчас пока по 1 по 5 2 2 адр и по 5 сегодня фону почему TIGDIRIT мы не убрали, оставляем в рабочем состоянии для перестраховки. Если фьючерсный рынок, это по сути хедж инструмент реального рынка, начиная от зерновых, как фермер, в каждой книжке, наверное, про фьючерсы, история про фермера и пекаря. Соответственно, контракт на поставку в будущем пшеницы это по сути хеджирование рисков. Соответственно, на фьючерсах иногда бывают такие периоды, когда крупные дядьки хеджируют очень долго. Возможно, и месяцами даже может происходить на отчетах. Все крупные операторы, особенно там Минстин, огромные сделки у кого проходят, те отчитываются по позициям коротким, длинным. Так, вот у нас коридор плотненько активно, от 223 по 229. И даже large traders тоже отчитываются, чтобы не устроить монополию и манипулятивно не управлять нефтью, допустим. Как очень неплохо получается у ребят, как только открывается американская биржа, почему-то нефть идет постоянно в обратную динамику. Участки, где была повышена активность 223, 229, потом 34 и 38. Тут, в принципе, 7,4 нааккумулировали, 2,5, 4,4,8 и 6,7. Напомню, это TickDirect, она маркирует по направлению тика ликвидность PIDASC. По агрессору, это вот непосредственно биржевая маркировка, у нас набирает обороты дельта на продажу. Причем покупки были прямо с... Вот, 2-х дней хватило, 4,4, 3,2, 1,3 и 1,300. Совпали даже коридоры, как видите. Тут склейка контрактов стоит, Юра, тут все равно. Для больших периодов мы включаем склейку контрактов, даже если идет экспирация, у нас они идентичны. Значит, 12,50, 12,58, 12,60, можно... Ну, 58, это если точно брать вот самая площадка, самое оно. Как раз подошли на встречу с этим диапазоном, с активностью на стороне селлеров. Давайте посмотрим открытый интерес, что у нас там. Ох, надо наш контракт отключить. Так, у нас позиции сюда ушли, и мы смотрим по ликвидности. Так, значит, на августе еще 229, 158, там Юра подсказал на декабрьский глянуть, посмотрим декабрьский. Тут 13 тысяч контрактов и 11 оборот за день. 200, а на августе объем маленький, да. Ну, пока у них равносильный открытый интерес. Там 200, там 200. Август и декабрь. Так, ну раз уже такая активность пошла, похоже, возможно, даже там ювелирка задаривается перед новогодними праздниками уже летом. Ну, вот такая активность, ее анализировать, то есть разные по поставке контракты могут арбитражировать, оно нам пока не нужно. Возвращаемся на ликвидный контракт и его анализируем. Так, тут открытый интерес немножко на снижение идет, а на тех контрактах у нас уже открывают позиции все больше и больше. Соответственно, возьмем сейчас октябрьский, посмотрим по дельте там, какая активность идентична. Поэтому смотрим все внимание с 250, 260 будет защита в этого коридора или не будет. ликвидность идет ровненько, как и на прошлой неделе, прямо вот под линеечку. Соответственно, системно идут на рост. Соответственно, подчеркиваю, системно идут на рост. То есть этот рост спроектирован, создан группа людей, причем, видите, по чуть-чуть повышают цену. три дня на рост, один успокаивается. И вот у нас потолок недели, даже двух недель. И тут у нас сопротивление. В общем, понедельник, все внимание на коридорчик. Будут защищать селлеры этот уровень, аль не будут. UWP выбрасываем сюда, и у нас получается потенциально даже на 12-30 могут запросто откорректироваться. Вот, мы на втором отклонении, а это нехорошо, это мы, получается, сверх нормы выполнили движение. В принципе, ну, уже разворот UWP идет, смотрит на север. Соответственно, если не поменяется ситуация, то UWP будет уже корректироваться с направлением на север. В противном случае, если понедельник резко рухнет вниз, у нас UWP потихонечку уже будет ниже 20-й. Так, ну, это у нас немножко выполненная норма, поэтому покупать в понедельник точно будет не самое лучшее решение, лучше подождать пока. CL, бренд смотреть не будем, у него ликвидности меньше, поэтому сразу посмотрим нефтянку на самой ликвидной фичерсной контракте 8-й. Да, 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 у нас 15-й. 3-й. 3-й. 2-й. 3-й. 3-й. 4-й. 4-й. 5-й. 4-й. 46,7 прям по 46,25 можно смело взять на заметочку в качестве возможного сопротивления и пока вот борьба идет на 45,8 тут две пятнашки уже бросили посмотрим чем это закончится но в принципе они сегодня норму выполнили по движению могут немножко угомониться так 46,7 это я психанул вот 21 тонн на 46,55 а здесь семерочку нужно поменять вот 22 тонны 46,1 по 46,55 потом у нас идет вот по 25 по 23 по 33 тонны это коридоры вот этих диапазонов 47,1 47,3 площадка такая не слабенькая и вот у нас сразу же идет активность по 25 два раза бросили расширим захватим вот эти две двадцать пятки просто здесь еще один диапазон на сопротивление оставить просто некуда будет будет куча лишних линий можно сделать вот так и никого не забыли так 20 тонн уже набежала дельта за сегодня ликвидность открытый интерес снизился фиксируется соответственно те кто здесь устраивали 2-3 подряд зеленые сессии вот они здесь просто обязаны выйти поэтому 46,50 это как раз без убытки они и выходят так и на минимуме дня у нас видите активность не особо будуражит нервы тут еле-еле 15 тысяч 10 буквально тут по двадцатке по тридцатке бросают по цене здесь вот еле пятнашку у нас собирали поэтому здесь пока под вопросом возможно на следующий неделя вот ключевым сопротивлением может быть как раз вот этот диапазон если с ним будет большая проблема у байеров соответственно да вот они как раз на поддержку пришли и 45,5 45,7 3 дня стояли прям потом 45,2 45,1 и идет коридор плотность 44,3 по 44,6 вот массив толкнули массив толкнули массив толкнули все как должно быть здесь идентично массив толкнули и теперь у нас проверочка будет этого уровня значит саппорт и сопротивление на понедельник вторник еще один сопротивление 47 поддержка уже идет в районе 45 S&P и так время по 2,3 миллиона по 2,7 уже позади сейчас вот в районе 800 миллиона оборот идет вторую третью неделю вот такой объемчик сейчас и даже при таком объеме они как-то умудряются дальше расти причем пробили максимум все как положено вот вышли очень нехорошие отчеты по банкам на этой неделе соответственно надо фиксировать позиции что у нас происходит открывает позиции вот предсказуемость как будет себе вести большинство и они делают все с точностью да наоборот вот дельта растет вместе с системно растущим рынком скажем даже так то есть это как раз на дельте четко отображается то есть чем выше тем сложнее толкать котировку наверх соответственно последней капли видимо было 50 тонн потом они уже взяли пидстоп и 6.7 ну тут скорее всего фиксация просто идет вот этого промежуточного роста то есть то есть тут не аномальная атака была вот ровно 50 либо 40 тут аккуратненько 6.7 вполне предсказуемая фиксация в конце недели поэтому отключаем склейку включаем конкретно текущий контракт отбираем уровни основные и рассчитываем уже сценарий относительно них прескил здесь 5 поэтому не удивляйтесь когда такие цены плотно стоят значит давайте поменяем на 1 все таки будет вплотную итак 24 36 у нас ядро по 24 24 отлично так здесь мы 12 поставим там тоже объем был итак в такой бластер космический получается у нас и аккурат технический анализ возвращается то есть мода на такие модели видите она спокойненько так системненько работают ребята это как раз такая аккуратность в графике только подчеркивают спланированную на этом какую-то системную работу поддержка ключевая которую мы мониторим 24 57 24 59 обязательно возьмите то два дня перед прыжком в открытый космос проводили 43 46 предыдущая ступень видите как на объемном анализе понятна структура равноудаленного канала дисбаланс столкнули откорректировались дисбаланс столкнули откорректировались вот он весь технический анализ если накладывать объемные данные то любая модель очень достаточно четко объясняется так в любом случае волатильность немножко понизилась с ликвидностью пока еще ровно но она не аномальная то есть грубо говоря в в рамках плюс-минус там ближе к рабочему но он ниже идет на этой неделе учу участников меньше должно быть чем выше тем все страшнее покупать дальше шортить не дают грубо говоря все кто не боится шортить они вот аккуратненько их тянут пока точно уже всех не вытянут 24.67 и у нас коррекция в пятницу относительно недели идет незначительная хоть и ликвидность пониженная дельта у нас идет только отрицательная вот пятницу соответственно фиксируется перед выходными там и фонка в следующей неделе куча процентных ставок соответственно они не спешат и 4 дня подряд идет открытие позиции но подчеркну это открытие тут у нас 36 тонн и 36 грубо говоря там на 72 тысячи на прирост прошел ну за 4 дня я думаю тут 28 и 29 36 скачок был вот ощутимый среда четверг и четверг пятница вот тут самый ощутимый скачок по открытому интересу соответственно на 15 минут на таймфрейме рассмотрите более детально четверг плюс пятница и ключевые уровни я сейчас вам выделю значит четверг он вот в такой модели прям похоже на такую галочку красную да и вот 24 70 с половиной и 73 с половиной у нас и ядро недели так проверю точно неделя среда вот у нас тут формируется максимальный объем и ну в принципе здесь равносильные два ядра тут понедельник плюс вторник среда ушла с этого диапазона а здесь часть среды весь четверг причем искусственно выносили всем нервы это самый ужасный сессик дойдет вот такая беспощадная волатильность постоянно меняется направление и потом уже контрольный удар были даже на видабл и соответственно могут в легкую туда еще раз вернуться это уже не так будет трудно если бы они еще торговались на максимум недели можно было усомниться но при таком маневре смотрим на вот эту промежуточную дозагрузку которую в пятницу сформировали 70-71 если ее особо не будут трогать в понедельник то потенциально мы можем прощупать WP пойти ниже в 62 маневре такие активисты у нас и посмотрим по кумулятивным дням вот в общем-то зеленая волна и закончилась причем видите как ровненько системно работают если надо толкать наверх и резкий резкая смена правил игры с учетом того что в такой резкий обвал в пятницу мог отчасти быть из-за сброса позиций вот учитывая 24-63 тут буквально чуть-чуть и это может быть максимальным объемом за неделю сначала этот был потом перенесли сюда максимальный объем потом он здесь три ступеньки у нас вот то есть среднеизвешенные если брать в общем за неделю они как раз и не тронули соответственно еще есть какие-то мысли возможно это просто сброс позиций так как видите после вот этих агрессивных просто ну в голову не укладываются какие там были маневры сразу же восстанавливается на покупку кумулятивная дельта то есть активность повторяется вот и здесь идентично поэтому в поддержку возьмите в 2465 вот этот район и еще один уровень на 66,5 пока его протестировали понедельник может попробовать с него встать потом у нас проблемный участок 7071 напомню если мы его проходим там уже за 75 дело времени и второй массив понедельник плюс вторник 58 по 56 даже 55 можно смело брать на сегодня все спасибо что пришли вам хороших выходных берегите себя на следующей неделе будет такой достаточно штормовой рынок аккуратно торгуйте и попутного тренда встретимся на следующем WallStreetOnline до встречи пока Продолжение следует...